Чинно и торжественно в храме, носящем имя святого Серафима Саровского, пение певчих, запах лады, намерцание свечей и склоненные головы людей перед иконами. Каждый человек просит прощения за грехи свои, проговаривая вслух и про себя молитвы. Праздник Крещения – Великое Дунадесятое Православное Торжество. Именно в этот день Иоанн Претечи в водах Иордана крестил Иисуса Христа, и именно в этот день произошло великое явление всех трех лиц Божества. Бог Отец Небес свидетельствовал о крещаемом Сыне, и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца. Поэтому второе название праздника – Богоявление. Пришел на землю Господь наш Иисус Христос. В Боговоплощении мы недавно праздник празднули Рождество Христово, а сегодня Крещение Господне. Господь пришел на землю нас и нашего ради спасения. Мы знаем, что после грехопадения Адама и Евы, они были изгнаны из рая, и общение с Богом было нарушено. И люди пропадали, таким простым словом говоря. Всю дальше от Бога уходили. Но Господь – это любовь, это милость Божия. Он создал человека для вечной жизни, для рая. И Он проявил огромную любовь с нисхождения к нам. И чтобы нам помочь, спастись, Он посылает на землю Господа нашего Иисуса Христа. Уже традиционно в Крещении у православных храмов выстраиваются очереди за освященной водой. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Ею лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья, полагая, что в доме будет порядок и покой. Благодатные называют люди крещенскую воду. Она целебная, ее пьют, натошщак. Каждый день можно принимать здоровье. Бьем эту крещенскую воду, очищаем свою душу, свое тело. И просим Бога, чтобы был у нас мир, любовь. Самое главное, чтобы была любовь между людьми. Любить друг друга. Как батюшка говорит, не надо всех далеко любить. Любить друг друга, близких своих. И значит, будет все хорошо. Взяли, потому что она очень больным людям очень помогает. И даже нам, взрослым, старикам, мы вот всегда читаем молитву и пьем святую водичку. Святую крещенскую воду православные хранят в течение всего года. Пьют понемногу для телесного и духовного очищения. Но стремиться в этот день следует прежде всего не к тому, чтобы набрать воды, а чтобы присутствовать на богослужении, на молебне, во время освящения. Благодать и целебная сила крещенской воды – это ответ на наши молитвы, на нашу веру. Это благодать Божия. Это то, что возможно этим пользоваться в любой момент. Встает человек. Каждый день должен начинаться во славу Божию. Молитва, глоточек воды, той же крещенской воды. Ну, понимаете, что это то очередное средство, то, что Господь дает нам для нашего спасения. Как родители, которые воспитывают деток, они разные приемы применяют, чтобы как-то объяснить, довести до ребеночка, что это надо делать. Вот что надо умываться утречком, они объясняют, чтобы тело было чистое. Вот так это для тела вода простая, освященная вода для души. Праздничный период зимних православных торжеств, именуемых в народе святками, завершается праздником крещения Господня. В этот день все поздравляют друг друга, желая веры, Божьей благодати, любви и здоровья.